Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые члены Президиума. Тема моего доклада «Некоторые аспекты адаптации онкологического больного». Доклад носит теоретический характер. Это попытка представить некоторые симметические аспекты того, что сегодня уже многократно обсуждалось. Сейчас мы дождемся, когда появится моя презентация. Здорово. Как уже сегодня было заявлено, онкологический процесс оказывает влияние на психическую деятельность как психогенный и самотогенный фактор. Конфликт интересов отсутствует. Показано, что в ответ на стрессовые воздействия угрозы онкологического диагноза могут развиваться различные психогенные реакции, чаще всего по остально-депрессивно-тревожному типу. Баженогнизилок, к примеру, отмечают, что для практики восстановительного лечения наибольшее значение имеют психогенно обусловленные формы нервно-психических расстройств, так как они часто являются главными дезадаптирующими факторами у пациентов онкологической клиники. Холнд, однако, отмечает в своих исследованиях, что острые реакции на стресс, вызванные онкологическим заболеванием, такие как тревога, раздражительность, печаль, трудности концентрации внимания, потери аппетита и сна являются обычными, то есть нормальными. Раз уж мы заговорили об адаптации, наверное, имеет смысл привести некоторые его определения. И, как видно, мы все знаем, что термин адаптации имеет длинную историю, но сейчас в психологии, по крайней мере, часто говорят о взаимодействии личности и окружающей среды. И, собственно-то, необходимо учитывать, что адаптация – это многоуровневое образование, да, и как минимум при работе с пациентом медицинский психолог имеет дело с психической адаптацией, во вторую очередь уже с социальной адаптацией. И, соответственно, говоря о феномене адаптации, мы должны понимать, что первый процесс, который возникает у пациента в ситуации психологической травмы – это переживание. И, наверное, имеет смысл рассмотреть переживание в терминах именно Выгодского. Сам Выгодский определял переживание как единицу сознания, где все основные свойства сознания даны как таковые, в то время как во внимании, в мышлении не дано связи сознания. О чем нам это говорит? Во-первых, о том, что переживание – это динамическая величина, то есть движущая, и, во-вторых, в ней представлена личность в социальной ситуации развития. И, в-третьих, переживания, как его предмет, не осознаются личностью. Психическая жизнь связана с болезненными и мучительными переживаниями, с внутренними конфликтами. И это, говоря словами Выгодского, психология в терминах «драмы». Драмы, внутренние, невидимые для внешнего наблюдателя, перед глазами которого проходят лишь отдельные симптомы в виде, ну, симптомы в кавычках, в виде внешних реакций. Обычно выделяют, их называют психогенными реакциями, тревожно-фобическими, эпохондрическими, депрессивными. Подобные, грубо говоря, симптомы свидетельствуют о том, что внутри психического аппарата идет работа переживания, которое внешне отражается лишь в определенных психических реакциях. Итак, во время действия психической травмы запускается процесс переживания, который актуализирует психологические защиты, целью которой, в свою очередь, является сохранение целостности, перестроение работы психического аппарата для эффективной психической адаптации. Психологические защиты продуцируют, в свою очередь, психогенные реакции, как форму психической адаптации и инструмент эффективной разгрузки психического аппарата вовне. Схематически условно можно такой процесс представить таким образом. Но, однако, мы должны помнить, что попытка представить любой динамический процесс схематически заставляет нас упрощать процессы, которые действительно происходят внутри психического аппарата. И предлагаю углубиться, то есть вывести некоторые семантические компоненты. Говоря о переживании, мы должны определиться с тем, о каком именно переживании мы говорим, и речь пойдет о меланхолии. То есть о процессе переживания, процессе реорганизации «Я». Как известно, о меланхолии начал говорить Фрейд в своей работе «Скорбь и меланхолия». Он сравнил принцип действия меланхолии с принципом действия работы скорби, когда утрачивается объект любви, близкий человек, и запускается работа скорби. Как мы все знаем, работа скорби — это нормальный процесс, и не требующий психотерапевтического вмешательства. Он должен протекать, и таким образом способствовать адаптации личности. Меланхолия же, по мнению Фрейда, также есть реакция на утрату, но при этом, в отличие от скорби, пациент не знает, что он утратил. Не определяется предмет переживания здесь. То есть столкновение с реальностью в результате психической травмы порождает переживание угрозы целостности «Я». В результате происходит регресс до первичного нарциссизма, что внешне выражается в форме психогенных реакций. И в результате на смену внутренней уверенности и целостности приходит понимание собственного бессилия и с трудом преодолеваемых эффектов. Личность ситуации действующей психодравмы отрицает реальность происходящего, субъективируясь от события, вызывающего переживания, и от себя, переживающего это событие. Но при этом, как уже было сегодня много раз озвучено, возникает желание вернуть все на свои места. Об этом говорила Валентина Алексеевна. Вернуть себя прежнего. Пациент говорит, я хочу, чтобы моя жизнь была такой же, как и была до заболевания. То есть мы наблюдаем сознательное желание сохранения целостности «Я», которое вступает в противоречие с бессознательным процессом расщепления «Я». Фрейд в таком случае говорит об интроекции объекта в «Я» в антогенетическом смысле. То есть как раз таки о регрессии к нарциссизму. И именно эта регрессия делает возможным отказ от объекта, и как раз этот отказ, эта замена играет большую роль в образовании «Я». Меланхолия как процесс деконструкции «Я», то есть его десубъективация и ресубъективация сопровождаются нарушением осмысления. Можем набрать пробелы в символическом нарушении системы знак значения, тогда как пациент переживает не из той точки, из которой действительно переживает, а говорит о актуальном страхе, говорит о страхе смерти, или говорит о страхе в искте, когда и сам страх смерти не осознается. То есть переживание семантически обрабатывается, и мы, как внешние наблюдатели в терапии уже узнаем отфильтрованные мысли и переживания пациента. Расщепление «Я» при меланхолии обуславливает наркотическое замыкание психической реальности. «Я» переживает утрату, но при этом не может четко распознать, что именно утрачено. Таким образом, переходя к выводу, можем говорить о том, что меланхолия является переживанием пациента «Материя целостности. Я» проявляется в форме психогенных реакций. Непереживание меланхолии, подобная работа скорби, способствует эффективной психической адаптации пациента. Я уложилась, у меня все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.